Алик, в связи с тем, что сегодня вот такой день рождения и твой, и замечательный парень Леониду Гуванову, вспомни немножко, расскажи. Мы с ним несколько раз вместе встречали день рождения, ну, у него. Это начало 70-х где-то, да, он говорит, давай у меня с правильным. Я говорю, ну, давай. И я помню, знаешь, был интересный момент такой, я остался у него в какой-то, не помню, первый, второй раз, даже три раза, по-моему, встречали, ну, неважно. И я остался у него уже ночевать, и я помню ночью, а мы уже выпили крепко так, и он меня так трясет будет. Говорит, у тебя есть карандаш или ручка? Я говорю, Лень, какой нафиг? Ну, знаешь, уже в хорошем подпитии, там, спать уже. Он говорит, ручку или карандаш есть? Я говорю, Лень, за утром, утром. Он говорит, какой нафиг? Утром, говорит, меня сейчас разорвет. Понимаешь? И вот это вот меня сейчас разорвет, я подбросил, меня подбросил, понимаешь, я стал искать, я не помню даже, нашел, не нашел, неважно. Речь о том, что в нем вот эта вот энергетика, которая выходила в его стихи, да, вот этот космос невероятный, который у него раскрывался, вот это его просто разрывало, понимаешь? Он не мог не писать. Вот это настоящий в действительности поэт. И когда я разговариваю с очень серьезными поэтами, ну, с современниками я не буду их называть, а, скажем, с Витей Соснорой, я у Сосноры выступал пару раз на его семинарах, у него домашние были такие семинары, он вел. И когда я был в Питере, мы созванивались, и, знаешь, он говорил, я подгадаю к этому времени семинар, и выступал. Потом он меня провожал как-то на вокзал, я говорю, вот, говорили о печатании, непечатании, а тогда время, это был 76-й, 7-й, я не знаю, год, это еще до 8-й, наверное, может быть, да, наверное, 78-й, вот такой вот год. Я говорю, Ленька, он не печатает вообще все. И вдруг он мне говорит, а там нечего печатать. Я тоже такого слышала не раз от всяких портов, да? Да, да, и меня это, значит, настолько вообще Соснора, извини, Соснора и Бродский, это как бы два полюса величия современной русской поэзии, я имею в виду такое, вот, понимаешь, именно языка, торжества языка, скажем так, да, хотя, скажем, я вот, Галич мне говорил, нет, самый мой любимый поэт, и для меня это вершина русской поэзии, это Чухон. Я говорю, а Бродский, там, он со Соснорин вообще никак не относился. Губанова, у него к нему было очень сложное отношение, но Александр Аркадьевич классика, понимаешь, такая классическая русская поэзия. У нас столько разной поэзии, что невозможно, да, я не помню, у кого я читал это по поводу того, что невозможно поверить, что невозможно поверить, что Пушкин, Хармс, Мандельштам, Андрей Платонов, Заболоцкий, все это, все русский язык. Невозможно поверить, что это все, все писано на одном языке. Ну, вот, вот так, вот, вот такой язык, видишь, это чудо, конечно, чудо русского языка. И в этом невероятная широта и наша поэтическая. И я не хочу сказать, да, как есть обычай у поэтов, круг, как это у Дмитриева, да, по-моему, у Кедрина, да, в круг оплевывают друг друга. Не в этом дело. Просто даже когда у Пастернака Сталин спрашивал, как вы видите Мандельштама, он мастер, он же у него спрашивал, он мастер, это же сам Пастернак говорил, он мастер, и он ему не мог сказать, что да, мастер. Борис Леонидович не смог это из себя выдавить. Потому что мастер только он. Нет, он же сказал, он ему, Сталин, он сказал, что два, две красавицы, два крючка сворца, как и две красавицы, не могут друг друга оценить. Не в состоянии оценить друг друга. И я понимаю, что чем более велик, может быть, человек в своем поэтическом пространстве, тем менее он способен слышать другое поэтическое пространство. Мандельштам бегал с понравившимся ему стихотворением, и он всем его читал. Чужим? Чужое стихотворение. Ну, чужое, ну, я не люблю это слово. Не свое, да, вот не своей рукой написанное. И он бегал, всем им читал, крутил пуговицу там, говорил, ты посмотри, какая поэзия. Пастернак этим не страдал. Он знал, что он будет лауреатом Нобелевской премии. Он к этому как бы себя готовил в какой-то степени. Мандельштам про нее ничего не слышал. Естественно, он знал, что такое. Я имею в виду, что для него это не было... Целью. Да не то, что даже целью. У него в голове это не мог даже представить, что он какая-то Нобелевская премия. Но она где-то там живет, а он живет в другом пространстве. Это не его ареал существования. И Осип Эмилич, это русский юродивый. Это русский юродивый. Так же, к чему я так долго вел, как и Леня Угубанов. Это в определенном смысле русский юродивый. Это в каком-то смысле русская кликуша. В высоком смысле этого слова. В жреческом. Понимаешь? В жреческом. В выкликании. И у него... И я понимаю, почему его многие вот эти такие вот органические поэты классические не слышали. Потому что они спотыкались. Из него выходила космическая лава. Вот такая. Понимаешь? Из него лава космическая выходила. И многие куски этой лавы, они еще не были организованы. Еще не остыли. Не остыли. Там есть много проходных слов. Но когда ты идешь по этому... Знаешь, вот как идти? Вот нету дамбы у реки, да? А есть плывущий лед. И вот если ты умеешь по этим льдинкам перепрыгивать, да? То ты перейдешь. Ты перейдешь до каких-то твердых моментов, да? И вот у Лени надо было прыгать по этим льдинкам, которые вместо еще не земля. Понимаешь? Я нормально говорю? Да, я все понимаю, да. Да. Нет, ну понимаешь, иногда сам понимаешь, а не можешь донести эти вещи. И вот если ты по этим льдинкам можешь дойти до твердых каких-то фрагментов, да? То все хорошо. А когда поэт классический доходит до этих льдинок, видит, что это несет, что это не... Поэтому стиху ходить нельзя пешком. И для него это его раздражает. Он этого не может вынести. И среди наших знакомых, блистательных поэтов, есть очень много таких, которых... Даже я знаю, да? Да. Мы с собой знаем, мы не говорим. Но это вот феномен. Понимаешь? Что я, например, могу или кто-то может по этому стиху идти. Я, например, да, скажем, с Бахытом я говорил про Леню, да? Он что-то принимает, что-то не принимает, но тем не менее он говорит. Да, это великая поэзия. Понимаешь? А для других, скажем, Бахыт Кенжеев, да, чтобы наши слушающие потом... А для других это не может быть этого, да? Но тем не менее из него... Он оракул. Он оракул. Он в пифе, конечно, он сидит и выкликает вот такие вещи. Когда Леня шаманил, когда он читал стихи, это, знаешь, стены раздвигались просто. Реально, я тебе говорю, эта размерность мира, она просто менялась. Да. Шаман. Шаман. А у шамана, знаешь, многие вещи могут... Знаешь, у Толстого есть гениальное... Я забыл, в каком это рассказе, когда он с каким-то солдатом стал говорить, тот читал стихи. Бормотал стихи. А он сначала не понял Толстой, да? Ну, то ли это по севастольских рассказах было где-то, я сейчас не вспомню. И тот, знаешь, бормочет, и вдруг Толстой понял, что он какие-то стихи читает. Он подошел к нему, подсел, стал слушать. Говорит, а ты понимаешь, что это стихи вообще, вот это стихи? Он говорит, да, это стихи. А ты их понимаешь? Он говорит, стихи можно понимать. Вот оно. Понимаешь, это определенного рода, не определенного. Оно вышло, поэзии шаманства и вышло. Откуда все? Молитва, шаманство, откровения. Откуда древние знали про то, про все, пятое, десятое? Это поэтические откровения. Это вот дается как открытие. Петь и видеть – это одно слово. Да, вот это мы говорим. Ауди, ауди, ау вообще в индоевропейском – это и слышать, и видеть. И оно же в нас живет, мы же перекликаемся в лесу. Ау, а это и слышать, и видеть. И ауди в латинском варианте, да, ауди – это вот звук Бога, слух Бога, как бы дихь, Бог, да, ауди. Аудирование – это слушание с пониманием. Ауди – это и слышать, и петь. Так же, как шама в еврейском – это и пение, и слушание. Шма Израэль, да, слушай Израэль. Шма – это вообще-то они Шема вынесли даже из Египта, потому что это храмовая молитва Шема египтян. Извини, они 400 лет были в Египте, и странно было бы, если бы они оттуда… Да, за 400 лет. И как совершенно справедливо пишет… Господи Боже мой, кто у нас великий в Бабаях жил, великий писатель, обожаемый мною философ? Скоро, да. Григорий Савич в Бабаях, из-под Харькова. Обожаю его. И он пишет, что еврейская мудрость во многом вышла из египетской мудрости. Конечно. Шумерские тоже. А ты знаешь, там вообще у них интересно, у братьев евреев произошло. Авраам вышел из Ура Халдейского, Моисей вышел из Египта. И они как бы состыковали и то, и другое. Понимаешь, ну, еще откровение Господа, разумеется, мы это все понимаем. Но, тем не менее, вот это вот соединение всей мировой, тогдашней, да, цивилизационных всех дел, простые пастухи, в кавычках, простые пастухи, Моисей был, извини, третьим или четвертым лицом в египетской иерархии, да, это вам не фонт изюма. И, естественно, и Авраам тоже был непрост. Кстати, его брат так и умер, он же не ушел из Ура Халдейского, он там остался и умер в Уре. И вот это Ура, Ара, Ира, собственно говоря, почему я сейчас про Ур вспомнил? А, Ур – это свет, да, во всех этих семитских и индоевропейских языках. Ар – это соединение, связность. Ара – это в шумерском языке, это заклинание, заговор, целение, собирание в целое. Ну, шаманские дела, да. Кстати, считается, что Ура про славянское – это, естественно, тоже. Ну, давай будем говорить так, мы все равно все это восходит к проязыку. Сейчас даже такое нет резкого деления у лингвистов, но это мне в свое время сказал… Господи, я уже забыл фамилию Димы. Ладно, один из крупнейших современных лингвистов. Знаешь, с одного на другое перепрыгиваю, он так вот теряюсь. Вспомню потом его фамилию. У него 130 активных языков, он матолингвистикой занимается, да. И он как раз говорил о том, что сейчас уже такое серьезное выделение нет на семитские, арийские языки, на европейские, потому что очень серьезно и все восходит к проязыку. Но он сам лично, скажем, а не со Стариковым в енисейских языках. Енисейские – это индийские языки, которые, они же вышли из наших енисейских пространств, перешли по Берингову проливу. То есть, это вот поселение Северной Америки, это наши енисейские ребята, то есть, вот сибирские народы, в общем-то. И они там было, они насчитывали 20, они теперь свели, ну, теперь, это лет 10 я назад читал эту статью. Лещинар, вспомнил, Дмитрий Лещинар. Они свели эти 20 языков, 20 различных, к 6 уже, понимаешь? То есть, ну, дальше могут свести и к одному, я так понимаю. Ну, шучу, но понятно, что все равно мы так или иначе к проязыку восходим. Раз была Ева, значит, был один народ. Чего, ну, чего так крутить, да? И, соответственно, вот этот Ара, это Ура, это Ира, это Оро. То есть, это и звучать, и петь, и заговаривать, и заклинать, там, в общем, все целое. И свет. То есть, песня и свет – это во всех языках, это одно слово. И вот это слово Ура, Ура, собирать в целое, да, заклинать, заклинание, да, вообще, набираться силой. И Урач – это врач, жрец, то есть, это древний шаман. И, соответственно, почему они клятву дают всем? Ни одна профессия не дает клятв. А врач дает клятву, потому что он вышел из шаманского пространства. Он клянется перед Богом, исполнять его, его волей, его заветы. И поэтому и царь венчается на царство. А венчание – это брак с Богом. Интересно. Брак с Богом – это гамос. Гамос – гамон. Гомон – гамон, гамон, гаман, каман, кам, шаман, камлания. Гим – геман, каман. Ну, это надо на бумаге, конечно, писать. То есть, это все, мы к чему говорим, что все происходит, вся культура, все из шаманского пространства, из жреческого, из обрядового, конечно. И в этом смысле как раз русская цивилизация, мы все из Поповича вышли когда-то, мы как раз не потеряли эту связь. И поэтому, когда Гоголь говорит, что русский язык – это язык служения, мы опробовали все арфы мира, мы выковали звуки для какого-то высочайшего служения. То есть, он все время, наше культурное эхо идет вот оттуда, доносится, и мы все время понимаем, что русское есть служение – это мессианский народ. Понимаешь? Поэтому такая схожесть с евреями. То есть, еврейское мессианство и русское мессианство, они перекликаются очень сильно. И у нас есть миссия служения, о чем говорит Гоголь, мы выковали звуки для служения, о чем говорит Пушкин, что звуки новые для песен я обрел, о чем говорит Бродский, что дух ищет плоть, но находит только слова, и лучшего места, чем русский, для него не существует. Интересно. А следующее, там через страницу Убродского, перо на русском стремится к святости. А извини, что такое к святости? К откровению, к служению, к свету, к открытиям, обретению. Ну вот, мы весь свой мессианский запал, что называется, в первую очередь вкладывали в язык, в первую очередь. И язык, поэтому Достоевский и говорит, что когда у нас народ заговорит на языке русской литературы, у нас потекут молочные реки. Об этом Тургенев говорит, что наш язык может принести нам невероятные сюрпризы при правильном с ним обращении. То есть язык есть дух, а родовой язык – это язык певца. Мы себя похоронили, Ни у затечки, ни седла, Только крылья, только крылья, Только песня нам с утра, Только птицею взвиваться, Небеса благодарить, Никогда за хлеб не драться, А парить, парить, парить. И свои марлины могут видеть то, что проще нас. Люди ходят, ведь под Богом, Мы живем у Божьих глаз. И летаем, и воргуем, И надец лыканым вдвоем. Нас стреляют, мы рекуем, Распинают, мы поем. И вскоре мы воскресаем, Вознесем. Небо с синими глазами В сердце плещется моем. Небо с синими глазами В сердце плещется моем. Мы себя похоронили, Ни у стечки, ни седла, Мы себя похоронили, Ни у стечки, ни седла, Только крылья, только крылья, Только песня нам с утра. Только песня.